Миры и вселенная в скандинавской мифологии. Как мне кажется, очень интересная тема, как и все, что связано с мифологией. Я давно обещал вам рассказать про это, ну вот, видимо, настало время. Поэтому заваривайте себе что-нибудь вкусненькое, чай, кофе, и давайте начнем. Итак, религия скандинавских времен викингов называлась асатру, одинизм. Вера была безусловной, и вся их жизнь была построена, исходя из этой веры. Мировое дерево Игдрасин, которому Один приковал себя копьем, как я уже рассказывал ранее, прорастает сквозь девять миров и объединяет их в единое целое. Мир первый. Асгард. Обитель богов асов. Там, где павшие воины перуют вместе с Одином, это мечта любого воина погибнуть с мечом в руках на поле боя, чтобы попасть сюда и пировать. Мир второй. Альфхем. Мир светлых духов. Мир третий. Ваненхем. Мир ванов. Покровители крестьян и ремесел. Асы – это воинствующие и брутальные божества. Ваны же миролюбивые и тихие, но на деле те еще хитрецы. Четвертый мир. Муспельхем. Мир огня. Пятый мир. Мидгард. Собственно, наш мир. Явь. Там, где мы с вами живем. Шестой мир. Нифельхем. Мир холода. Один из изначальных миров, которые были сотворены до Мисгарда, Асгарда и Хельхельма. Раньше всех. Седьмой мир. Йотунхем. Мир разрушения. Мир великанов, йотунов, вечных противников асов, ванов и людей. Йотуны – это древние исполины, первые обитатели мира, по времени предшествующие богам и людям. Восьмой мир. Свардальхем. Мир темных духов и черных эльфов. Девятый мир. Хельхем – обитель самой смерти. Хель – нижний мир. Ад. Навь. Конечно, я вам рассказал очень вкратце. Можно сказать, схематично. Так, в целом, для общего понимания. Потому что каждый мир в скандинавской мифологии достоин отдельного видео. Но тема, как мне кажется, очень интересная. Субтитры создавал DimaTorzok